Свой голос в числе первых на избирательном участке номер 16 отдал и председатель Бобруйского горисполкома. Александр Студнев тепло поприветствовал комиссию, а также наблюдателей. Дальше стандартная для любого гражданина процедура. Мэр города поставил подпись напротив своей фамилии в списке, а после отправился в кабинку для голосования. Затем опустил бюллетень в ящик. Люди сегодня могут прийти не только на избирательную кампанию, они могут сегодня посмотреть коллективы наши детские, потому что есть на что посмотреть, нам есть чем гордиться сегодня нашими коллективами. Поэтому я уверен, что люди будут приходить сегодня именно на праздник и отдавать свой голос за того кандидата, которому они доверяют, которого они видят и в которого они в конечном итоге уверены. В важном политическом событии принял участие и председатель Бобруйского городского совета депутатов. Михаил Желудов уверен, выборы это тот самый случай, когда граждане сами определяют будущее государства. Безусловно, выборы, они дают возможность прогнозировать. Конечно же, самое главное сегодня, то, что проходит выборы, это избрание тех людей, которые самые достойные. Процесс голосования, как известно, контролируют не только члены комиссий. Присутствуют также общественные и международные наблюдатели. Не первый раз являюсь наблюдателем на выборах особенно Беларусь. И с каждым разом не удивляет степень высокой организованности. Я считаю, что вот на сей час это самые лучшие выборы, которые я видела в плане того, что мало очень жалоб, мало непониманий. Уже успели ознакомиться с работой участковых избирательных комиссий на досрочном голосовании. Нами нигде не было зафиксировано ни нарушение. Все шло своим чередом. Избиратели активно голосуют на выборах. Все идут с удовольствием. Настроение прекрасное. В такой день наравне с теми, кто голосует впервые, заполняют бюллетени и те, кто флаг Беларуси не единожды поднимал на вершину спортивного Олимпа. Мастер спорта международного класса и бобручанка Дарья Наумова в числе тех, кто считает, что это долг каждого гражданина. Выборы – это важное событие, поэтому я пришла и поголосовала. Для людей с ограниченными возможностями также предусмотрена и безбарьерная среда. А это значит, что они могут беспрепятственно попасть на избирательный участок. По специальным пандусам внутри помещения тоже есть все условия для голосования. На самом деле очень приятно то, что наши особенности, наши потребности учитываются. И здесь предоставлены возможности для того, чтобы самостоятельно, действительно полностью, незрячий человек смог проголосовать. У нас предусмотрена кабинка. И в этой кабинке вот имеется специальная тумбочка, чтобы человек мог подъехать на колясочке. Здесь вот у нас специально предусмотрена возможность подъехать без каких-то ограничений. К слову, для впервые голосующих, а в этом году их немало, подготовили приятные подарки. Не остались без внимания и те, для кого 17 ноября – знаковая дата в году. У меня сегодня день рождения, и я впервые голосовала. Для меня это очень важно и очень приятно, такое внимание от всех. Хлебобулочные и кондитерские изделия, собственное производство и дегустации. Бобруйский общепит, как и обещал, порадовал жителей вкусными деликатесами. В ассортименте буфетов все только самое свежее и по минимальным ценам. Любой избиратель на избирательном участке может, имеет возможность продегустировать продукцию Бобруйского мясокомбината, а также увидеть ее на витринах нашей сети торговой и купить понравившийся вид. Еще одним немаловажным презентом для жителей стал масштабный концерт на главной сцене города. Его организовали творческие коллективы Дворца искусств. Ну а участковые избирательные комиссии ровно в 20.00 закрыли свои двери. Там сейчас начался ответственный этап – подсчет голосов. Предварительные итоги станут известны уже завтра. Об этом сообщит ЦИК. Мария Бересневич, Людмила Любимцева, Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко, Андрей Богдан. Итоги недели.